Друзья, всем привет! Вы на канале Баранцева Дмитрия. Ну что, май, тепло, а это что значит? Это значит дача. Хотел бы вам сегодня рассказать свою историю, небольшую, маленькую. Купили с женой дачу 3 года назад. Покупали с расчетом на то, что мы будем просто здесь прописаны, так как наша будущая дача находится в населенном пункте, в поселке. То есть, думали, просто пропишемся и не будем здесь ничего делать на даче. Но наступило лето, прошло целых 2 года, 2 или 3 года уж точно не помню. Решили здесь сделать какой-нибудь небольшой такой марафет, чтобы можно было приезжать, шашлычок, машлычок. В будущем, возможно, возможно, забегая уже наперед, возможно, будет сделан еще один небольшой домик, потому что дача здесь, скажем так, не очень в хорошем состоянии, потому что не предполагалось, что мы сюда будем вообще приезжать, здесь что-то делать. Давайте все с этого момента поподробнее поехали. Ну что, друзья, вот так выглядит наша дача. Сейчас ничего не понятно. Давайте я, наверное, отойду подальше, покажу, что здесь населенный пункт. То есть, домов много. Давайте сделаем небольшую экскурсию, и все поподробнее покажу вам. Видите, домик старенький, уже печка разваливается. Но мы не предполагали, что будем здесь жить. Вот, видите, здесь как свалка мусорная. Я думаю, надо начинать потихонечку здесь прибираться. Все-таки участок немаленький, но мусора здесь очень много, поэтому, я думаю, надо начинать. Поехали. Да, друзья, кстати, накупили мешков вот таких простых. В Леруа Мерлен стоили всего 7 рублей, поэтому сейчас мусор, мешки, ну, сами все понимаете, складываю. И пока, наверное, выбрасывать на мусорку куда-то не буду, не хочу захламлять мусорку. Просто к забору пока что. А дальше будет видно. Поехали. Так, ну что, друзья, начал я убирать мусор. Я думаю, сами видели. Вот, значит, здесь мешки. Сфокусирую, чтобы нормально видно было. Рейка садится, надо поменять. В общем, сейчас мешки. Вот эти мешки, которые я уже собрал. Тут штук 12 порядком. Буду закидывать в тележку и отвозить вон туда мусорку. Ну, тут недалеко, метров 30 буквально. Ладно, друзья, продолжаем. Ни пуха, ни пера. Ну, это уже я набросал, потому что мы здесь уже делали небольшой, скажем так, ремонтик. Мусор вот сюда весь скидали. Видите, на выход, чтобы можно было вывозить спокойно. Так, давайте, наверное, зайдем в домик. То есть, смотрите, вот основной дом. Старенький дом. Ему уже, наверное, лет 50. Старенькие окна. Электричество есть, сразу скажу. Вода здесь тоже есть. Банька вот там вдали. Дальше пройдем тоже туда. Сарай. Яблонька. Здесь крыжовник. Видите, все заросло уже. Мы здесь, когда только-только его покупали, а покупали мы его в апреле, здесь было нормально. И, кстати, сразу забегу наперед. Никогда в апреле не покупайте. Ждите май, июнь. То есть, поздняя весна и лето. Чтобы не совершать таких глупых ошибок и не взять участок в плохом состоянии. Так, ну что, давайте зайдем в домик, наверное, да? Так, сфокусирую, чтобы хорошо видно вам было. Так, еще раз. Дом. И здесь пристройка. Заходим. Лесенка. Поднимаемся. Вот мы в пристройке. Сразу чувствуется, пахнет в доме сыростью, потому что никто здесь не живет. Внизу бывает скапливается вода. Поэтому все тянет наверх. Все промерзает. Поэтому пахнет сыростью. Так, здесь у нас, значит, диванчик стоит. И это мы уже все из дома перенесли. Сейчас я вам покажу. Стол сюда все перенесли. Здесь, то есть, ничего не было. Газовый баллон. Тоже куда-то его будут деть. Вот это все я хочу выбросить, чтобы оставить здесь чистое пространство и уже дальше думать, что с этим делать. Либо разбирать, как вариант. Заходим. То есть, дверь вот такая. Отпорочку уберем. Оп. Такая вот старая дверь. Пес, ты что пришел? Ты сейчас у меня тут еду терить будешь? Давай уходи, уходи, уходи. Уходи, давай, уходи. Все, пошли, пошли, пошли. Уходи, давай. Все. Сейчас мы закроемся, а то пес у меня всю еду съест. Да, кстати, вот так дверка тут закрывается. На ключ что хорошо? Ну, блин. Оп. Оп. Так, продолжаем. Вот такая старая дверь. Ну, я думаю, вы помните, да? Там в 80-х, 70-х годах вот такие были двери у всех. Шкаф какой раритетный. Так, заходим. Оп. Так, ну, смотрите. Здесь, видите, уже голые стены. Сейчас фокусируюсь. О, отлично. Видите, голые стены. Это я уже обдирал, потому что, когда мы только купили, я все равно прикидывал, что я уберу стены, начну какой-то здесь делать ремонт. Вот, видите, еще старые куски обоев остались. Тут ДВПшки. Переключатели. Электричество все работает. Вон, видите, болтается. Электричество старое. Тоже желательно бы менять. Так, ну что, пройдем дальше. Так, ну вот, смотрите. Я, значит, купил плиты. Забыл, как они называются. Ладно, вспомню, скажу. Видите, начал их обшивать дом. И что-то мне подсказывает, что я тут наколхозил. Фокусируйся давай. Наколхозил, видите, как сделал. Хоть и выглядит-то вроде нормально. Но что-то мне подсказывает, что я тут сильно наколхозил. Видите, тут пространство большое. То есть нужно все делать по уму нормально. Ну, фокусируйся давай, люди, что видели все. Видите, калюстра старая-старая. Шкафы такие старые, советские, да? А, гипсокартон называется. О, вспомнил, капец. Напишите в комментариях, что вы прекрасно все знали, как называется. Значит, вот такие шкафы здесь у меня. Не знаю, выбрасывать их, не выбрасывать. Конечно, жалко. Но, с другой стороны, они нафиг тут не нужны. Ну, инструмент, в принципе, сюда можно складывать, да? Сюда положил, сюда. Так, дальше поехали. Вот я наколхозил. Думаю, вот это надо все снять, убрать. И потом уже либо оставлять голый брус и с брусом что-то делать. То есть зашкуривать там его и так далее. И таким оставлять. Либо что-то другое делать. Напишите в комментариях вообще, что можно сделать с брусом чистым. И что тут вообще, как говорят, можно сделать. Так, дальше поехали. Вот, Петя, как себе думаешь, заходит? Пошли, я тебе дам что-нибудь вкусненькое. У меня пирожки есть. Иди, на. Ам. Ам. Иди, иди. Иди кушай. Только не в доме. Молодец какой, а. А, спасибо сказать. Довольно бежит. Ну что, друзья, вместе с вами мусор мы выбросили. Уже вспотел. Хоть это капля в море, но капля это очень значимо для меня. Ху, даже говорю уже. С усталостью. Но эта усталость такая приятная. Ты знаешь, что хотя бы хоть чуть-чуть, но на своей даче, на своем участке уже что-то сделал. Мусора очень много. Не знаю. У нас, к сожалению, нет такой возможности, чтобы заказать там телегу, камаз и так далее, самосвал. Чтобы это за раз все скидать и куда-то на полигон, куда-то еще вывезти. Потому что это стоит очень и очень дорого. С мусором чуть-чуть мы разобрались. Я вам показал. Давайте перейдем теперь в дом. Еще раз я напомню, что я вам там нахалтурил. Пожалуйста. Значит, гипсокартоном я тут отбил. Видите, да, как это все выглядит? Я хочу теперь это все... Так, и сделал. Продолжаем. Я хочу это все снять. Потому что это сегодня у меня хотят купить. И так как я нахалтурил, я решил это все продать. Потому что мне это теперь уже не нужно. Здесь у меня 11 листов гипсокартона. И со стены еще где-то порядком 6 штук. Ладно. Приступим. Так, ну что, друзья. Снял я, значит, гипсокартон. Который нам, скажем так, не нужен. Фух. Запарился весь. Так, давайте сфокусируемся, чтобы лучше видно было. Так, значит, показываю. Вот у меня два листочка. Фокусируйся, зараза. Есть. Вот он. Две штучки. Дальше поехали. Ну, вы сами все видели. Здесь вот снимал. Вот они два. Я поставил. И поставил... Точнее, не поставил, а снял. Вот здесь два. Вот они. Вот, друзья. Друзья, видите, что я халтурил. Доски набивал. И думал к ним приделать гипсокартон. По-любому так неправильно. По-любому хрень. Обязательно напишите об этом в комментариях. И напишите, что можно сделать. Посмотрите. Брус шикарный. Я его зашку... Зашкуривал. Выглядит вообще бомбово. Фух. Также тут зашкуривал. Фокусируйся. Давайте я приближу, чтобы видно было, да? Фокусируйся. О! Видите? Просто шикарный. Видите, как хорошо. А тут уже не очень. Тут, потому что я не зашкурил, до сюда не добрался. Как-то так. Друзья, ну что. Вот такой у нас получился небольшой выпуск. Опять меня не фокусирует. Обязательно пишите в комментариях свои мысли по поводу моей дачи. Сколько, думаете, она стоит? И что вообще можно сделать с этим домом? И вообще нужно ли что-то с ним делать? Или таки оставить, использовать? Может под склад, под хранение чего-то и делать отдельно? Но это уже мои мысли. Напишите свои мысли в комментариях. Я с удовольствием почитаю, подчеркну по-любому для себя что-то новое. И уже буду делать свои выводы. Здесь планировка небольшая. Если я не ошибаюсь, 20 квадратов. Ну, может там 23. Печка. Печка не работает, сразу говорю. Не знаю, можно ли вообще ее разбирать, не рухнет ли дом. Потому что бывает такое, что дом держится благодаря печке в основном. То есть, печка все-таки выложена из кирпича, а дом бревенчатый. Так, вот здесь была тоже перегородка. Вот видите. Это мы чистили уже печку. Пытались ее оживить. Оживление мертвеца. Вот видите, осталась часть. Вот здесь ногу показываю. Была перегородочка. Вот вверх сделана. То есть, это как бы была маленькая кухонная зона. Ну, кухня, грубо говоря. Заходим. Все как полагается. Счетчик стоит. Старые пробки, кто помнит, да? Фокусируемся. Отлично. Вот видите, тут поубирал. Еще не до конца убрал. Видите, тут запенено. То есть, я пенил, чтобы дом не продувался. Потому что где-то щели были местами. Дрова что-то тут делают. Это, наверное, мы пытались разжечь печку. Но, скорее всего, печка не работает из-за того. Потому что мы печку, когда разожгли, во-первых, плиты все надломлены. Видите? То есть, щели остаются. Надо все заделывать. И, скорее всего, завалило сверху дымоход. Поэтому ничего не вытягивает. Так, ну что, давайте, наверное, дальше пройдем. Дверь тяжелая, советская, старая. Так, поехали дальше. Так, выходим из дома. Так, дверку прикрываем. Дверь не прикрывается. Ладно. Так, ну что. Давайте я, наверное, покажу, что у нас дальше. Старая лестница, с которой я чуть не рухнул тогда. Соседи. То есть, это дом на две семьи. Получается, одна семья живет в одной части дома. И мы во второй части дома. Яблонька. Немерина травы. Котяра сидит. Вы видели? Котяра сидит. Давайте приближу. Ты что там заныкался? Э, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Котяра. Хорошо тебе в теньке, да? Ой, побежал. Ладно. Продолжим. Здесь мы когда-то начали делать небольшого такого проничка под огурчики. Видно прекрасно, да? И здесь у нас баня. Баня, к сожалению, тоже не новая. Двери хлопают. Надо двери наши закрыть. Там двери к соседям сзади. Вот наша банька. Выглядит снаружи хорошо, да? Согласитесь? Вроде все нормально. Но, блин, почему-то мне подсказывает, что здесь была баня по-черному. Замочек висит. Полагается, чтобы никто не ходил. Так, сейчас мы его откроем. Так, открываем. Попадаем в баньку. Банька. Так, фокусируемся. Здесь у нас такой предбанник. Диванчик стоит. Все прекрасно видно. Тележка у нас тут хранится. Заходим. Здесь у нас небольшое пространство. Видите? Уже пол прогнил. Вроде бревна-то сами по себе неплохие. Видите? Здесь никто не жил. Вон, брус-то прям вообще хороший, да? Неплохой брус-то. Вообще прям замечательно. А я еще хотел ее разбирать. Напишите в комментариях, есть ли смысл вообще баню разбирать и переделать. Потому что я ее хотел либо разобрать, либо продать, не знаю. Потому что, ну, пол это вообще ужас. Напишите вообще, можно ли ее отреставрировать, что-то с ней сделать. Потому что хочется все-таки в баньке-то париться. Окошечко. Фокусируемся. Не хочет фокусироваться. Дальше поехали. Здесь также есть электричество. Она проведена. Оп. Идем в саму баньку. Сама банька. Сейчас свет я, к сожалению, включить не смогу. Потому что хоть электричество здесь проведено. Но надо заниматься электричеством. Фокусируемся. Так. Собственно, сама баня. Не знаю, будет ли вам видно. Здесь не будет. Полочки. Чтобы париться. Окошечко. Ну, скорее всего, здесь не было вот этого контура обшитого. То есть, по бокам. А здесь была вот просто банька. Потому что окна выведены. Ну, до этого показывал. Сама печка. Печка вроде неплохая. Все вроде есть, сделано. Здесь у нас крючочки. Пол тоже уже, видите, ходит ходуном. Надо тоже заниматься. Ну, здесь, чтобы вы понимали, мы не жили 2-3 года. Еще до нас здесь не жили где-то года 2, наверное. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько вообще вот такая дача может стоить. Здесь 5 соток земли. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько стоит такой участок с такой дачей. То есть, банькой. Сейчас я вам еще покажу здесь небольшую сарайку. Я ее тоже начал разбирать уже, потому что она мне не очень нравится. Она раньше была здесь на 2 семьи. И сейчас... Так, чтобы меня видно было хорошо. Пес, ты опять пришел к нам, да? Где ты? Пес. Видите, кто захотел, тот и прогулялся. Это непорядок. Надо заниматься участком-то все равно. Здесь, как вы видите, внизу, видно, не видно вам? Видите, течет. Ну, это мы отдельно с вами поговорим, что это такое. Не буду ничего плохого говорить. Соседей. Кто хочет узнать, напишите в комментариях, что это такое. Ну, я думаю, вы сами все догадываетесь. Так, переходим к сарайке. Значит, два входа. Раньше был вот там один вход у сарайки. И вот наш вход. Я его начал разбирать. Соответственно, сбоку здесь уже убрал, поэтому мы можем залезть. Сейчас я вам покажу. Вот так примерно это все выглядит. Так, сейчас посмотрим, видите ли вы все. Так, сейчас фокусируемся. То есть, место хорошее, очень много досок хороших. Я предполагаю, что можно это все разобрать и сделать что-нибудь хорошее из этого. Правда, не знаю еще столько всяких разных мыслей, столько здесь мусора. Немерено, блин. Сейчас я, значит, баньку закрою. Самое, что сложное, мы живем от баньки достаточно не близко, 70 километров. Поэтому ездить сюда так часто не получается. Поэтому мы и покупали для того, чтобы просто здесь прописаться. Потому что нам нужна была прописка. И, в принципе, все. Не планировали прям что-то грандиозное делать. Но хочется здесь сделать в будущем... Ух, сильный ветер какой. Погода потрясающая. В общем, хочется здесь сделать либо баньку отреставрировать вот эту. Оставить на ее положенном месте. Ну что ты, закрывайся. И сделать еще бытовочку. И дом вот этот не восстанавливать. Потому что, сами прекрасно знаете, восстановление стоит дороже, чем само строительство, блин. Поэтому хочется бытовочку, может, какую-то хорошую сделать. И самим здесь останавливаться. Либо, не знаю, сдавать в аренду. То есть, представьте, приезжаете. Да, это бытовочка. Но бытовочку сделать хорошо, как для себя. Чтобы люди спокойно приехали, отдыхали. Ходили в баньку, балдели. Получали удовольствие от проживания и время проведения. Вот здесь вот. Давайте я вам сейчас покажу. Посмотрите. Вот в этом месте. Не знаю, будет или не будет видно. Ну, то есть, грубо говоря, вот баня. И перед баней сделать вот в этом месте. Блин, забыл, как называется, что такое-то. Ну, вагончик какой-нибудь поставить, бытовочку. Ну, вагончик, конечно, не очень будет. Бытовочку какую-нибудь поставить хорошую. Да, я думаю, будет хорошо. Да, здесь нету туалета. Туалет тоже я думал поставить за баней. То есть, за ней. Ну, я думаю, вы видели то пространство. Вот здесь можно какую-то зону для отдыха организовать. Да, минус небольшой, что есть соседи. Но мы не планируем сюда пускать каких-то бухающих там и так далее, которые будут мешать другим. Просто людей там с семьями. Муж, жена, к примеру, дети или один ребенок, чтобы они приехали. Отдохнули, попарились, хорошо провели время. Либо кто-то у нас здесь военная часть рядом. Поэтому многие приезжают на присягу. То есть, приехали на присягу, там поздравили, встретились. Здесь отдохнули, шашлык-машлык там и так далее. Я думаю, будет замечательно. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам мой план. Мне кажется, это просто пушка, но столько на это нужно бабла. Вы просто не представляете. Сюда вбухать, вбухать. Это нужно участок, во-первых, выровнять весь. Вот это все. Какой выровнять? Да выровнять еще дойти нужно. Во-первых, нужно все это убрать, чем я сейчас, я думаю, и буду заниматься. Кадры вы все увидите. Я думаю, хоть что-то, но я сделаю. Не просто так же я сюда приехал. Доски все нужно убрать. Ну, конечно, за сегодня я, наверное, все не успею. Но мы будем, обещаю вам, приезжать сюда как можно чаще. Делать все, что в моих силах. Все-таки мы делаем для себя и, грубо говоря, для вас, кто здесь будет в будущем отдыхать. Поселок здесь тихий, не шумный. Соседи все добрые, красота. Приезжаешь, отдыхаешь, кайфуешь. Обязательно подпишитесь, прожмите свой драгоценный лайк. С вами Димон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok